А сейчас большие коммунальные новости. Многие краснодарцы получили новые платежки с новыми строчками. Люди тут же стали звонить к нам в редакцию с вопросами. Назначение некоторых строк им непонятно. Прояснить всевозможные мокрые и скользкие места в платежках мы попросили лидера независимой общественной организации общественный контроль ЖКХ Романа Казакова. Он сейчас у нас в студии. Здравствуйте, Роман. Добрый вечер. Роман, скажите, что все-таки изменилось? Я так понимаю, добавилась буквально, точнее, расщепилась одна строчка на две. Так я понимаю? Из последних нововведений, да. Во-первых, строка по горячему водоснабжению, вместо того, чтобы, как бы это было ранее быть в одну, стала в две. То есть раньше это было исключительно измерение в кубических метрах. И в общем горячее водоснабжение теперь разделение произошло по двум строкам. Во-первых, это компонент на тепловую энергию. И, во-вторых, это сетевая вода. Скажите, вот у меня математическое образование, да, но, если честно, что такое кубометр, я могу представить. То есть вот я трачу какой-то там куб воды, да, на что-то, на отопление или на горячую воду. Что такое гигакалория? Я, например, слабо представляю. Зачем это сделано? В чем суть? Ну, то, что касается расщепления платежей именно по горячему водоснабжению, здесь для потребителя принципиально ничего не изменилось. То есть размер платы по коммунальной услуге горячего водоснабжения остался тот же. Изменилось только его содержание. То, что касается все-таки отопления, да, и измерения в гигакалориях, ну, буквально, то есть в феврале этого года у нас измерение шло именно по квадратным метрам, не по гигакалориям. При этом тоже назначение платежа у нас не менялось. Здесь все-таки больше меняется наполнение, но не меняется суть. При этом для жителей, то есть, как я и сказал, размер платежа, он остался тем же самым. Там, я гляжу, еще и в правой части добавились две какие-то таблички. Там, где общедомовые расходы. Вот покажите, пожалуйста, что там поменялось. То, что касается правой части, здесь у нас образовано, что имеет место, во-первых, раздел «Справочная информация» в платежке от начала года. И, соответственно, далее в доме установили общедомовые приборы учета. Давайте покажем. Да, установили общедомовые приборы учета. Здесь у нас появилась, соответственно, общедомовая прибор учета по холодной и горячей воде, по отоплению, и у людей начали приходить соответствующие показания. При этом важно, наверное, понимать, что у жителей по отоплению все-таки индивидуального потребления как такового нет. То есть, в силу того, что у нас большинство домов имеют вертикальную разводку по отоплению, вести индивидуальный учет по каждому из приборов, по каждой из квартир, наверное, тяжеловато. По этой самой причине для большинства жителей все-таки это имеет место нормативное регулирование, то есть то количество тепловой энергии, которое прошло через общедомовой прибор учета, делится на площадь квартир, и мы получаем итоговый платеж. Погодите, то есть правильно ли я понимаю, вот мне сейчас предлагают платить в гигакалориях, которые приходят в мою квартиру, но у меня в квартире, например, 4 стояка. Это мне что, на каждый стояк надо ставить прибор, а он же уходит в следующую квартиру, а как там измеряют тепло? Ну, именно так, то есть у вас получается, что если у вас вертикальная разводка, как раз вот случай, который вы описываете, у вас получается ситуация, что для того, чтобы в таком доме вести индивидуальный поквартирный учет тепловой энергии, расхода тепловой энергии, необходимо каждый радиатор, именно каждый радиатор на квартирном доме оснастить соответствующим устройством. Это же реальность? На практике нет, то есть юридически это реализуемо, на практике нет, поэтому вот еще в прошлом году из постановления правительства 354-го была исключена строка, где предполагался индивидуальный учет по отоплению, то есть исключительно общедомовое и дальше делится на общую сумму, ну, на общие квадраты, которые есть по каждой квартире. А есть ли у нас вообще в городе где-то дома, где можно реализовать, вот поставить эти тепловые счетчики, которые бы считали гигакалории не по нормативу? На правом берегу есть несколько домов, в одном из недавно построенных микрорайонов, где действительно в свечках реализована горизонтальная разводка по отоплению, там приборы учета фактически стоят у них в подъезде, управляющая компания, не заходя в квартиру с этих приборов учета, снимает показания и дальше уже в платежки их жителям вставляет. И еще можно у меня вопрос, вот обратимся, да, опять к табличке. Я гляжу, что там на общедомовые нужды получается 32 литра, то есть получается каждый месяц я 32 литра на каждый квадратный метр лестничной площадки выливаю? Фактически так, то есть это норматив, утвержденный правительством Красноярского края, норматив был утвержден еще в прошлом году, да, здесь он как раз здесь и находится. 0,319 кубометра. Правительство, то есть такой норматив правительством посчитан, он, на мой взгляд, абсолютно абсурдный, да, то есть помимо того, что у нас все-таки эта вода разбирается не из подъезда, она набирается у нас в квартирах у простых жителей, и мы платим за это из своих показаний приборов учета. Тем не менее, по этому нормативу нас ежемесячно вынуждают соответствующие платежи проводить. То есть опять получилось, хотели как лучше, а сделали как всегда? Пока так. Пока получается, что именно так. И что с этим делать, пока тоже не ясно. Ну, я все-таки полагаю, что именно нормативное регулирование общедомового потребления будет пересмотрено, то есть есть соответствующие инициативы на федеральном уровне, и председатель правительства такие инициативы озвучивал. Я думаю, что и новый губернатор в силу того, что необходимо набирать определенные очки перед выборами, тоже какие-то действия будет предпринимать с целью того, чтобы вот этот острый момент, который касается общедомовых нужд, ведь это недовольство десятков тысяч, сотен тысяч красноярцев, он все-таки этот острый момент постарается сгладить. Большое спасибо, Роман. Я напоминаю, уважаемые зрители, у нас в гостях был лидер общественной организации и общественный контроль в ЖКХ Роман Казаков. Ну, а мы продолжаем выпуск.